Сейчас у меня на связи еще один артист и музыкант, который принял участие в этой пластинке, в этом проекте. Это лидер группы «Пока прет» Евгений Цыганов. Женя, привет! Привет! Давай начнем с того, как ты первый раз услышал «Гражданскую оборону» в своей жизни. И помнишь ли ты впечатление, которое произвела на тебя эта группа? Слушай, ну я не помню. Когда я первый раз услышал «Гражданскую оборону», я четко помню, что когда у меня появилась гитара, а гитара была шрифтовская, и она была очень плоха, так скажем. Это было до электрогитар всех. Я не умел ее толком настраивать. Я, конечно, играл песню «На границе ключ переломный пополам». Просто сильно пил по струнам. И, в общем-то, это моя первая песня, которую я на гитаре пытался исполнять. Вот. Поэтому, возможно, благодаря Егору Летову и творчеству «Гражданской обороны» вот как-то их смелость по отношению к инструменту вообще, в принципе, возникла. Ты слушал их пластинки или магнитоальбомы, или записи? Ты знаешь, я не слушал их пластинки, потому что в моем детстве не было такого счастья, как пластинка группы «Гражданской обороны», больше Алла Пугачева и Вадима Русонский. Эту музыку вы не выпускали на пластинках. Да, я имею в виду альбомы. Альбомы? Ну, да, ну, конечно, я там что-то слушал, но в своем стыду я должен признаться, конечно, что огромное наследие Егора Летова, не то чтобы так серьезно прошло через мою жизнь, то есть я достаточно быстро стал слушать какую-то другую музыку, да, и западную музыку. Вот. Сейчас, наверное, с возрастом даже это становится более интересно и понятно, чем было тогда. Наверное, я тогда до нее и не дорос, наверное, что ли. Вот. Ну, и вообще для самой культуры, для самого понятия, что это все-таки это явление, да, определенное. Вот. И даже фольклорное явление, и очень самообытное, очень, как бы, из нашей действительности. Когда это все было очень понятно, потому что открывались только границы, и вдруг открывался весь мир, как-то не так было интересно обращаться в сторону Омска. Ну, вот. Ну, это вот. Спасибо. Скажи, как ты... Группа «Покаприл» записала кавер на песню «Зоопарк». Как вы выбирали песню и как ее записывали? Слушай, это была совершенно странная история, потому что, когда нам предложили сыграть что-то, у нас там общий чат, мы с ребятами списались, сказали, давайте это будет «Зоопарк», и все написали одновременно почему-то песню «Зоопарк», хотя мы никогда это не обсуждали. И, в общем, это было решено сразу, всеми, и записали мы, в общем-то, достаточно быстро все. То есть мы сразу встретились в студии, нашли какое-то излучание, и через там буквально несколько дней песня была готова. В общем, наверное, это одна из самых примитивных записей в нашей истории. Обычно мы долго мучаем, ругаемся, миримся и прочее, а тут как-то какое-то единение произошло. Вот. Поэтому вот... Скажи, пожалуйста, вы как-то формулировали внутри группы концепцию вот этого кавера? К чему вы хотели прийти, что вы хотели, к чему вы хотели достичь вот таким звучанием? Потому что звучание это жесткое тоже. Ну, ты знаешь, мы хотели немножечко отказаться от мажорных аккордов, мы хотели немножечко отказаться от русского рока, наверное, попробовать уйти в сторону гранжа и сиэфа, да, то есть немножко опять-таки объединить, может быть, два материка в этом смысле. Поэтому все-таки песня достаточно веселая, да, наверное, в этом есть и контрапункт, то, как она сделана у Горлетова. Вот. В нашем изучении, слушай, ну, это все так как бы вот рождается, как вот мы сговорили, что давайте это будет зоопарк, давайте, а давайте это будет звучать вот таким вот образом. Нам кажется, что это достаточно драйвово, что это достаточно рок-н-ролльно, эмоционально. Песня неоднозначная, то есть в нее можно вложить какие-то разные смыслы, вот, но пусть все их вкладывает скорее даже слушатель, зачем нам кто-то навязывать. Последний вопрос, Жень, вот очевидно же, что творчество гражданской обороны, оно с каждым годом становится все более и более востребовано и актуально. Почему Летов актуален сегодня в 2019 году? Как тебе кажется? Ну, мне кажется, что, что значит, что он актуален сегодня в 2019 году? Мы с тобой живем в городе Москва, да, у нас все очень упорядочно. Летов в Москву, например, не очень воспрепал. Он говорил, что это такое, это очень деловое пространство. Он такой вот созерцатель. Он был другой, он был бунтарь, он был панк, он был анархист. И сегодня все это звучит достаточно рублятельно, достаточно странно. А этому есть место быть. И когда ты смотришь на творчество Летова, это явление вот этих вот бунтарей, да, то есть то, что он, так сказать, говорил, это уже какое-то расширение нашего сознания, это расширение нашего пространства. Это, ну, мы с тобой как родители, мы как молодые, понимаем, что, ну, как бы это важно, когда люди делают не каких-то там марионеток, не каких-то, значит, вылюбленных каких-то куколок, а когда, мне кажется, он был очень интеллектуальный такой вот умник, очень чувствует человек. Вот, в общем, действительно, редкое, взяткое, никакое же не наше явление. Вот, поэтому и актуально это, понимаешь, да, то есть, если, если актуально, это подходящее слово. Ну, это здорово, что наша земля, уж я не там, не про какую-то национальную гордость, да, и не про какие-то там, но, тем не менее, что, да, вот в городе Омск, вот такие вот Самородки, Егор Летов, Терпение Летов и Бушлачук, Мать Науменко, и мало ли наших музыкальных рок-героев, которые, да, выменили здесь, ну, для нас это такое точно, и, возможно, для каких-то, ну, что они не хранят в лесу. Спасибо, спасибо большое, Евгений Цыганов, группа «Пока прет», спасибо, Жень.